Пожалуйста, представляете свою новую книгу «Князь Рюрик. Откуда пошла земля русская». Я думаю, что у вас масса вопросов, но тем не менее, слово нашему гостю. Еще 150 лет, и по-моему, я так достал норманофилов, вот этих всех, которые убеждают нас, что Рюрик был варягом, а варяги были скандинавы, что по телевидению в нескольких программах сказали журналисты, ну журналисты не понимают, что они говорят, им что сказали, то они не говорят. И они говорят, Рюрик был скандинавом, прямо как в каждой программе. Ощущение, что они против меня организовали эти новости. И мне кажется, я его хорошо чувствую. Или об истории российской. Ко мне приходят за кулисы, сказали, мы пришли послушать серьезно, а вы нас смешите. Предъявляют претензии? Более того, зал омолодился. Зал на 70% молодой. У меня моложе в зале зрителей, чем у Стаса Михайлова. Я понимаю, вы не все знаете, кто это. Но здесь интеллигентные люди. Но молодежь должна знать. И я считаю, что профессия жить вот еще должна начинаться. Сначала надо ценить историю своей родины. Сегодня Медведев говорит, вот Медведев мой любимый персонаж. Я сразу вам говорю. Потому что он искренний. Вот он верит во все, что говорит. У него глаза такие честные. Я даже думаю, что он и не в коррупции. Он верит, что ее победить можно. Это так забавно смотреть на него. Он куда ни приедет, он сразу за компьютер, кнопки тыкать. Он такой менеджер всей Руси. И он совершенно не знает жизни. И когда он говорит, что надо заниматься бизнесом в стране, я категорически с этим не согласен. Бизнес должен быть. Но нельзя только об этом думать. Я задал ему вопрос в Твиттере, после чего Твиттер вылетел на несколько дней. Ну, не на полдня. Вопрос был такой. Дмитрий Антонович, если вы будете всех превращать в бизнесмена, откуда приличные люди возьмутся? Каждый на своем месте по чуть-чуть. Кто-то книжку сопрет. Кто-то, знаете, как... Хотела, да? Стыдно должно быть. И сопрешь, на болотный не ходить. И кто-то налоги не платит. Мы честности хотим. Ребят, прежде всего, если вы хотите честный выбор, вы сами должны, как замечает, написал Герцин. Прежде чем изменить мир, попробуйте изменить самого себя. А потом уже думайте, как изменять мир. Я думаю, что важнее изменить мнение вот этих вот... Кончай, думайте, просто... Надо вот этого молодого поколения мнение об истории изменить. Чтишь историю, у тебя светлое будущее. Плюешь в историю, плюешь в будущее. И поэтому я открыл блоги и хочу прилепить людей к правде из Кривды. Жить в Кривде так... Гитлер... Это на руку всем, кто мыслит, как Гитлер мыслил. Гитлер выпустил листовки. Гиммлер по его указу. Вы, славяне, всегда хотели, чтобы вами правили, как рюрик германцы. Мы идем вас освобождать и вас оккультуривать. Разговор всегда шел у завоевателей о том, что нас надо оккультурить. И поэтому они всегда нападали на нас 22 июня. Почему 22 июня увеличивается ночь? Тьма побеждает свет. Они все символы тьмы были. Тьма шла на солнечных. И всегда побеждали и проходили легко по нашей земле. До какого момента? До декабря. Не только слушать русскую речь. Нужно чувствовать слово. Русские слова надо чувствовать. Нож. Я всегда привожу этот пример. Но они же не знают нашей жизни немцы. Они гастарбайтеры приглашенные были. В связи с гастарбайтером русское слово. Арбайтен это работа. Посмотрите на согласные. Работа, арбайтен. А гость гастарбайтер, гострабочий. Никто не обращает внимание, что многие русские слова к нам вернулись оттуда, наши корни. Туда заходят наши природосообразные слова, а к нам возвращаются. Маркет. Это ярмарка. Кабальеро. Кобыла. На кобыле сидит. И не надо упорчить их. Мачо. Мужик. Просто перегласовка. Но только мачо ничего не имеет. Расшифровки не имеет этимологии. А мужик от слова можешь. Можешь, мужик. Не можешь, извини. Открыл троек. А его клеймили позором. Мол, негодяи ты шли бы. А Гиродот кем был первый историк? Он не первый на самом деле. Но его больше все знали. А кем он был? Выступальцем, как я. Он ходил, рассказывал историю. Как царь Кир ходил за воевод скифов. Или как Дарий ходил. Ну, действительно, это здесь странная история. Дарий пошел завоевывать скифов. Шестой век. А скифы от него стали уходить. Говорят, что нам драться? И уходили. Кутузова притеча практически. Они... А Дарий с перцами ходил, ходил за скифами. И заблудился. И говорит, скифы, давайте драться, наконец. А то мы уже как-то... Мы теряем людей. И вообще, давайте. И уговорил. Они выстроились на поле с утра. Но заяц пробежал между войсками. Персов и скифов. И скифы погналить за зайцем. С греком. Им зайц интереснее, чем драться. И он так обезумел Дарий, что повернул и ушел. Он понял, что этот народ, который гоняется за зайцем перед битвой, не победим. Ты не ответишь. Окей, это менеджерский знак. Это вызывает рефлекс, как у собачек Павлова. Это коротенькое слово, команда такая, произнесенная в разных ситуациях. Поэтому я не беру на работу никого, кто говорит окей. Я всех своих сотрудников заставил говорить ага. Ну потому что ты говоришь, пойдем миловаться. Ага, нормально. И сразу дрожь природы. Я говорю, в русском языке славянский язык, прославянский язык в Европе изначален. Прославянский. Он разделился на множество языков. И когда говорят фантазеры, что латынь от русского, говорить неправильно. Русского как такового не было. Так нельзя говорить. От прославянского можно, от кельтского, от русского, от венецкого. И когда говорят инвина веритас, я вам переведу на русский, вы поймете, что это наше выражение. Веритас от слова вера, истина, правда. А вино, вай, вайн, не наше слово. Виноградная лоза, винес. Но это наше слово готово к вьюну. Смерть, мороз, мразь, морока, мор. Все отсюда. Во всех. У Шеллахомса. Мориарти. Мр. В Поттере. Негодяй-то. Мр. Мор. Мор. Конечно. Везде, смотрите, везде. То есть это проходит каким-то образом через родовую память, и во всех негодяев МР, МР, в их имена попадает. Вот так и попадали. Что такое язык ариев? Это язык природы. У человека глотка была, еще не способна воспроизводить. Но что хотел воспроизводить человек? Звуки природы. Знаете как, молодые, вот у меня к вам вопрос. Как поет птица перед непогодой? Вы только без википедии. Давайте. Вот вспомните. Вы знаете признак, что пойдет дождь через два часа? Птица поет по-другому. Пить, пить, пить. Вот старшее поколение это знает. И обязательно через час будет дождь. Ну, через два. Если она поет громко, гроза будет. Пить, пить. Слышите? Подвело отсутствие редакции. Потому что это посты из живого журнала. И тут многое противоречит одно другому. Например, у вас отец Рюрика на трех разных страницах именуется трех разными именами. Готлибов, Готславов и Готлова. Ну, это действительно надо было сделать одним именем. Хотя эти три имени упоминаются в разных летописях по-разному. То есть тогда надо делать оговорку. Мол, там упоминается так, здесь так. Действительно, в генеалогиях макленбургских он под одним именем. У нас его знали под другим именем. А германцы называли Даны другим именем. То есть это просто разная переголосовка одного имени на сам Готислав. Готить славу. В ожидании славы. Оправдался. Чуть-чуть дальше. Всего три странички статейка Иван Грозный. Но тут две грубейшие хашистки. Да, вот на 114 странице писано. Вот я знал, что вы не просто так пришли. Вот тролль сидит. Давайте, давайте, я в хорошем случае. Вы правильно делаете, я исправлю это все. Да, так вот, написано, что в одном из учебников написано, что Иван Грозный в Нижнем Новгороде казнил более 10 тысяч человек. Но Новгород и Литва. Один на Волхове. Это именно туда, куда его... Вы знаете, это чудовищная ошибка, которая действительно... Действительно, мне очень хорошо, что вы это сказали. Я, когда... Вот я, мое присутствие в интернете мое. Но иногда, но я на кнопки терпеть не могу нажимать. Я не кнопка ты. И поэтому у меня есть помощники. Я их не называю модераторами, они симпатичные люди. И когда вот это было допущено, вот эта ошибка, мы в интернете переправили и извинились. Это действительно есть такое выражение, переводное с английским, и поскользнулся язык. А тут... Знаете, молодежь... Молодежь не понимает то, что вы говорите, а я понимаю. Агиттеатр на БАМе, потому что я был руководителем агиттеатра. И мы ездили туда. Агиттеатр на БАМе очерки. Получил ли премию Ленинского комсомола, когда-то журнала Ю. И я думаю, шалка пропадает, так хорошо написано. Это в 76-м году написано было. И я думаю, в книге, здесь есть книга, записки усталого романтика. И вот там есть эти записки о БАМе, о том, как мы с Агитбригадой ездили к золотоискателям. Мне показалось очень интересно. Перепечатывает моя помощница и пишет название. «Антитеатр на БАГАМах». Это поинтереснее ошибочки, чем те, которые вы приняли на сегодняшний день. Ой, а это порадовало. Вам рассказать смешное? Да. А, есть Алексей, его книги здесь. Я завтра к нему поеду. Я стал главным редактором журнала «Оксюморон». Но это в ироничном смысле. Сочетаемое и несочетаемое. Журнал выпускается в Омске. И лучшего качества журнала в России нет. Оно, этот журнал, бесприбыльный. Более того, он не просто бездоходный. Там все время доплачивать надо. Но девиз этого журнала «Русским надо заново учиться быть русскими». Вы можете посмотреть в интернете. И завтра приезжают из Омска ребята брать интервью у Алексеева, как одного из наших, один из лучших писателей Сергея Алексеева. Его книги здесь есть. И вот Алексеев недавно ездил на охоту. В Вологду. Ну, взял с собой двух друзей охотников. Они напились. Мишка ушел, потому что просто для нее оскорбительно было на пьяных охотников выходить. Медведи они не взяли, пошли в ресторан. Потому что охотники, они и да выпить охотники. И сидят, выпивают. В Вологду, ресторан, подходит метродотель, говорит, «А вы можете подвинуться здесь?» Две девчонки пришли. Ну, охотники, говорю, «Конечно, они же охотники». И да, баб тоже. И, значит, сели две моднявки, вот эти вот глумурняшки. Вот такие. Ногли длиннее юбки. И девственный мозг. Я говорю, «А зачем?» Есть другие органы. Ни разу не пользовались мозгом. И охотники разохотились. Мы сейчас медведя взяли. Ну, не вставила девчата. Потому что они медведей знают по мультяшкам. Вполне безобидно. Как мне многие пишут, «Пуси рай, пуси – это киска». Я говорю, «Это киска», потому что вы английский по мультяшкам изучали, понимаете? А не по словарям. «Пуси» – это пися, русское слово. А «райот» – это от слова «орать». Шумный, назойливый, мятежный. То есть это орущая пися в переводе. И их надо было выпороть по полной программе, чтобы они сидеть всю оставшуюся жизнь не могли. Но Всевышний не нуждается в защите Басманова и никакого мирского суда. И они сделали пиар на весь мир «Пуси рай». Я отвлекаюсь, я вернусь к Алексею. Но есть такой очень интересный человек, Сундаков Виталий. Он обучает выживанию богатых людей в джунглях. Он открыл три племени. Он в книгу рекордов Гиннесса занесен как человек, который больше всего открыл племен в наше время неизвестно. Он живет под Подольском, выстроил на холме Кремль, терем, привез маму, сестру и живет там. У него боевые кони, боевые собаки. Виталий Сундаков, его книги есть здесь, хорошие стихи. Я вам сегодня сделаю продажи хорошие. Вы вообще-то так поддали бы здесь. Ну я знаю это. Вы хотите, чтобы я это произнес, и меня посадили? Ну, бен рождаться, да. Бен не рождаться, а тот, кто создавал. Николай Ибич, Игорь Ибич, это тот, кто создавал тебя дрожью. Еб – это дрожь в славянском языке. И поэтому это кольебание, вибрация. Я знаю, не смотрите на гласные, гласные не имеют значения. В арабском Ибн. Ибн – это тот, кто тебя создал. Это отец, бен – сын. Это во многих народах. Бен – ебн. И это означает, это не был мат. Мат – это оберег. Мат подкладываешь в спортивном зале, чтобы не расшибиться. Это оберег. Это материя. Это мать материнства. И вот это ужасное ругательство по отношению к матери – это желание продолжения рода. Вот что, это хорошие слова были когда-то. Сейчас нельзя, сейчас это произносить нельзя. Они другой энергией насыщены. Вообще, я бы вам рассказал, откуда мат явился. А то придумали, на татар списали. Татары казнили, язык вырывали, если мать оскорбляли. Татары в жизни бы не позволили себе. Они тоже были арийской кровью еще в то время. Совершеннейшие наши братья. Брак, сломаться. И это брак заводской. Но писался через ер. И это было полугласное. Но когда ее удалили, слово «брак» от слова «брать» в жены, с браком заводским смешались. И получилось, что «хорошая брака мне назовут». Говорил я, женясь на своей молодой невесте. Но это от того, что Луначарский и Ленин выбросили ер. Это была полугласная. Ну что вам, какой пример принести? Вот в Болгарии говорят до сих пор «влк». Вы не знаете там «у», «а» или «о». Поэтому гласные вообще не являются носителями информации. Я привожу всегда такой пример. Как вы видите, написано на указателе «демо-дэ», и вы знаете, что это «домодедово». А если вы напишите гласными «о-о-а-о-о», вы не знаете, куда ехать, между прочим. От Шереметьева отличаться не будет. И поэтому надо смотреть всегда, если хотите понять слово, на согласные. И нельзя математически отцифровать язык, и нельзя математически отцифровать историю и жизнь человека. К чему я сейчас подбываю? К очень интересной теме. Славянский, прославянский календарь не имел ошибки, потому что он не был цифровым. Травень, трава выступила, травень наступил. Неделя, потому что это луна. Семь дней, потому что это лунный цикл. И не надо говорить, что было восемь дней или девять дней. Луна — это от луны. Луна — луч ночи. Луцеры — ночи. Ночь — нет очей. И наш календарь не от слова «calente», как написано в латинском словаре, что означает сбор налогов, а от слова «calяда». «calяда» — это солнцеводитель. «Лэнд» — это луна на дону, сокращенное в английском... Да, луна. Луна — это живородящая часть земли. А дон — это река. У вас есть книжка? Да, ваша книжка. Так, нет, не моя, ваша. Так давайте устроим с вами встречу. Ну, правда. И людей пригласите, потому что я не хочу терять время на обсуждение астрологии. Я сейчас... Да.